Ну, сегодня я хотел поговорить о соотношении феноменологии и логики. У нас на одном семинаре Олега Михайловича Наговицына возникла некоторая рода такая интересная дискуссия, но она тогда не стала развиваться, но на самом деле я хотел сейчас немножко развить и по поводу соотношения логики и феноменологии поговорить. Ну, можно опираться, можно начать с того, что взять за основу Гегеля. Вот у Гегеля мы знаем, что есть два фундаментальных направления философии, которые он развивал. Одно направление философии, которое он резюмировал в своей феноменологии, феноменологии духа, это была первая попытка начала своей системы, а вторая существенная работа, которая касалась его системы, называется «Науко-логики». И вот у него получается, что есть два таких центра, которые как-то соотносятся. И вот для того, чтобы понять, в чем тут основная проблема, необходимо обратиться немножко к истории, к вопросу. Что такое феноменология? Давайте сначала дадим некоторые определения простые. Ну, я буду давать так, как это промыслил я сам, да, а потом можно будет просто это обсудить. Феноменология, это на самом деле есть не что иное, как опора на опыт. Если мы в своем исследовании, да, в том числе и философском, опираемся в каком-то отношении на опыт, если мы говорим о том, что давайте проделаем какой-то опыт, да, и вот этот опыт очевидный, то это феноменология. Собственно, если мы как бы в истории философии пытаемся понять, кто же у нас там является первым феноменологом, да, то вот как бы сразу обнаружится фигура Декарта, да, который говорит, что давайте отбросим все, как бы, вот, известные нам какие-то авторитетные мнения, да, отбросим там, даже отбросим там чувства, да, достоверные чувства и прочее, прочее, да, но тем не менее останется несомненным, что это когит эргосун, да, что я себя знаю. То есть фактически, на самом деле, в основном философии он ставит некоторую роду опыт. Но это начинание, оно не является, если подуматься, как бы, только начинанием, на которое возникло когда-то, да, возникло в наше время. Просто оно для нас наиболее очевидно. Почему так? Потому что вот опора на субъективный опыт, да, на опыт отдельного философа, отдельного субъекта, была возможна только тогда, когда, в принципе, человек стал доверять своему опыту. Но если обратиться, как бы, вот в античную философию, да, то есть в более древнюю философию, там человек своему опыту не доверялся. То есть в античной философии, если мы посмотрим, постоянно есть такой рефрен, да, что вот чувства обманывают, что, как бы, чувственно воспринимаемая данность – это всегда некоторый родопоток, да, что в этом потоке нельзя разобраться, нельзя войти дважды в одну реку, там, и прочее, и прочее, да. И они искали какого-то другого основания для того, чтобы, как бы, философствовать. Вот это основание было найдено Арменидом, да, вот, как бы он первый произнес, чтобы идти мыслить – это одно и то же. То есть то, что мыслимо, да, оно имеет вот какое-то более прочное основание, оно уже не подвержено этому потоку, оно уже, как бы, вот, некого рода знание, на которое мы можем взять уже, да, и вот уже быть уверенным, что оно уже какое-то достоверное знание. И вот, если мы дальше двигаемся, там, от Парменида, после Парменида, правда, были какие-то колебания, да, в виде софистов, потому что софисты, как бы, тоже взяли за основу философствования Парменида, но сказали, что мышление-то тоже может быть разным, да, можно мыслить в одну сторону, можно мыслить в другую сторону, и можно фактически доказать все, что угодно. То есть любой наберет заданный тезис, можно доказать, а потом точно с таким же основанием опровергнуть. Ну, тут выступает на сцену, как бы, Аристотель, который потом в своих аналитиках показывает, что вот мышление имеет определенную логику, да, и там, как бы, есть правильный способ мышления, есть, как бы, вот, ошибочные способы мышления. То есть, в конце концов, уже где-то у стойков, да, вот, уже устаканилось, что вот логос, да, вот, как он выражен, как мы его выражаем в мышлении, он достаточно вещь достоверно и прочее. Ну, опять же, в противофазу этим стойкам, да, выступают скептики, которые на самом деле говорят, да, допустим, у нас вот есть такой хороший инструмент в рассуждении, да, вот наша логика. Но ведь логика, она же ведь только инструмент, да, она ведь для того, чтобы мы получили в рассуждении какие-то, да, что какие-то знания, нам необходимо опираться на какой-то изначальной посылке. То есть, на самом деле этот инструмент, если мы правильно рассуждаем, мы можем только из истинных посылок получить истинное, как бы, знание, да. Но нам надо знать какие-то истинные посылки, надо же где-то их добывать. И получается, скептики опять все ставят, как бы, вот, некоторую роду релятивистскую позицию, да, потому что получается, что вот таких посылок-то и не найти, да. Тут опять все становится, как бы, релятивистским. литийский на все это все становится как бы недостоверным как это только правдоподобно еще даже платоники да они последние академии на средней академии по моему она тоже переходит на обсуждение как раз именно вот всякого вероятности правдоподобности то есть они вот этой скептики все-таки восприняли да и поняли на сами что здесь действительно существует как существенное возражение и на самом деле у нас как бы особняком стоит философия аристотеля я утверждаю что философия аристотель на самом деле в античности был первый феноменолог именно аристотель как бы занимался исследованием того как опыта да он не только опирался на рассуждение как при платон пытается в платону живут нет никакого опыта да платон просто фактически пытается какими это вот рассуждениями там диалогами да там как как-то в мысли удержать как и какие-то концепции и соотношение каких-то там вещей и десы и там и прочее там роды и виды аристотель вот первый который на самом деле обратил внимание что надо вообще-то говорят опыта пойти-то надо так вот обратиться к сущности как она там сама-то сущность по себе существует он первый на самом деле я был основателем многих очень наук да там от него идет там такие науки как наука животных там там биология и прочее прочее физика в основном физику как раз или claw исцелhi и собственно физика так как товарю многие термины из этой физики взять эсли что то есть первое одним Malcolm nod чего не хватало ресторан с уликами конечно вам не хватало вот такого квит praises потому что он не мог быть субъективным как вот теперь она у нас еда у нас есть никого рода субъективные критерии достоверности кардикафман был утверждать дайте какой-то каждый на своем опыте лично может проверить что достоверность самого себя, то, что я существую в момент того, когда я мыслю, для меня является достоверным и чем-то неопровержимым. Но Аристотель не мог на такой довод опираться, потому что тогда нельзя было к субъективному опыту. Это чисто не философская проблема, это чисто культурная проблема. Люди еще не были так укоренены в себе, они не очень доверяли себе самому. И, в принципе, человек в этом мире был чем-то таким маленьким, ничтожным, мир был такой огромный, громадный. И это проявляется в том, на самом деле, почему доверяли разуму, почему доверяли мышлению. Потому что представляли, что есть какое-то мышление, высшее мышление, какое-то божественное мышление, а человек это только может, это мышление, как у Платона, через какие-то тени в пещере увидеть что-то там, быть может, и тоже пытаться рассуждать. То есть это какое-то нутное отражение того изначального чистого божественного мышления. То есть человек был как бы забит. И когда поднимается личность, когда возникает, опять же, это не философия, это уже просто культурное явление, когда человек чувствует своего некого рода уверенность, он вдруг выдает нового рода основания, что есть субъективный опыт, этот субъективный опыт что-то дозначит. И вот с этого момента возникает уже движение феноменологии, как она есть. Когда уже... Потому что Аристотель ведь фактически затерли в античное время. То есть он как бы фактически как-то появился и как-то исчез. Он на самом деле вообще как бы не своевременный философ был. Потому что фактически античная философия закончилась философией платонизм. А что такое философия платонизма? Это чистая опора на некоторую роду логику, на некоторую роду размышления. Вот есть наше мышление, оно нам дает некое вечное знание, надо воспарять в это вечное знание. Философы должны стоять в основании государства, потому что только они могут увидеть это вечное знание, истинное знание. А вот все, что подвержено чувствам, там вот это все это, все это как бы не истинно. И собственно как бы неоплатоники ведь точно так же говорят, надо куда-то там воспарять какие-то империи, да, вот где есть истинное, настоящее бытие-то. И даже уже не бытие, а какое-то сверхбытие, какое-то одно, да, там и прочее. То есть Аристотеля забыли, собственно. И вот феноменология как теперь начинается уже с Декарта. И вот теперь мы уже в наше время попадаем, и нам это уже более очевидный, я бы сейчас как бы некую более очевидную вещь. Аристотель опирается на опыт. Аристотель говорит о том, что давайте изучать, как они сущие сами по себе существуют. Именно он на самом деле создал первого рода классификации вещей, да, классификации сущностей. Именно к нему относятся, к тому, что, ну, в чем смысл состоит, что недостаточно на самом деле рассуждать, да, надо на самом деле так же опираться на опыт. А про меня ты считаешь не опирался на опыт? Ты единого боэтия, он отбалды. Нет, смотрите, все, естественно, все опираются, все как бы отталкиваются от опыта, но в смысле отрицания. По Армении это говорит, что чувства недостоверные, они не дают нам истинные знания. По Армении это субъективный опыт был точно так же, как по Декарту. Нет, по Армении он размышлял о мышлении. Нет, у него мышление на самом деле объективное. Потому что и само, причем это как бы дает понять это с самого трактата, где он возвышается не в своем личном, он не утверждает не свое личное знание, а как бы он в каком-то вдохновении возвышается до божественного знания и вещает оттуда. Им уже богиня же рассказывает, как на самом деле все устроено. То есть разве не личный опыт общения с богиней? Нет, я же о каком говорю личном опыте. Я все время так про меня переживал. Попробуй вот до бреда этого, на основании просто умозрения какого-то. Что такое опора на опыт? Давайте тогда этот вопрос. Опора на опыт это не обязательно опора на чувство. Это может быть на личный опыт, на какой-то, на мысленный эксперимент, на что-либо еще. Это все будет фенуэрно. Или опыт бога общения. Это что, не опыт? Это экстатический опыт, да, какой-то. Но это будет фенологический опыт. Это актуал опыт, но не в том смысле, что на чувственное. То есть я понимаю, что есть некое к Аристотелю нежное чувство. Давайте теперь, как я просто высказываю. Что на самом деле характеризует, когда мы говорим об опыте, это существование науки. Вот наука, как таковая, как по своей существенности, она выступила и заявила о себе только тогда, когда она стала наукой, которая опирается на опыт. До того, как бы, всякого рода, вот то, что называлось и наукой, и пистемой, она опиралась на рассуждение, а не на опыт. Ну, смотрите, как бы, если бы, понимаете, конечно же, любой человек, даже независимый философ, он или нет, он существует в рамках некоторого опыта. Ему из этого опыта черпают свои рассуждения в том числе. Но вопрос идет не о таком повседневном опыте. Вопрос идет об опыте как основании философии. Это совсем другое. Вы посмотрите, Платон ведь не основывает свою философию, а давайте вот как в опыте посмотрим. Для него опыт – это нечто отрицательное. В том смысле, как о виде основания философии. Конечно же, у него есть личный опыт, естественно. Основание философии ему должно быть в умозрении. Конечно, и умозрение можно назвать опытом, но я теперь, я как-то здесь не хочу распространять слово «опыт» как бы безмерно. Фактически по словам «опыт» я понимаю как некоторое родо основание для знания, для философии, для науки. Есть некоторое родо основание. Что такое феноменология? Она говорит, теперь мы переходим уже к феноменологии, что есть некоторое родо данности. И мы должны как бы от этой данности оттолкнуться. Не так, как, например, Платон там говорит, что есть некоторое родо умозрение, есть некоторое родо правдоподобное рассуждение. и она более и а поскольку она ясно надо она более истинно чем какого-то рода усмотрение вот так она устроена там в бытии до который является только какой-то тенью там да вот эти истинного положения вещей вот о чем речь идет феноменолог начинает с того что есть это данность и теперь мы должны от этой данности оттолкнуться и в своем построении некоторого до философии вот у гегель с гегель с этого начинает давайте как будет посмотрим как работают чувства что такое чувство что есть некоторого ведь чувственная достоверность это чувство не врут чувство нам доносит некоторого рода данность есть данность другой стороны то что я называю логику что это другая основа философии она говорит о том на самом деле что есть некоторого рода правдоподобные размышления рассуждения если никто рода идеи какие-то да там и мы говорим о том на самом деле что так как вот это правдоподобное как бы нам это ясно и понятно Можем про именина взять, можем платона взять. Мы проектируем, мы говорим, что на самом деле мир вот так. И уже если в опыте это не так, то тем хуже для опыта. Тем хуже для мира. Как однажды Шопенгаур возражение Гегелю сделал по этому поводу, что на самом деле мир не так устроен. А Гегелю сказал, что тем хуже для мира. Он должен был устроен как-то правильно. Правильно, изходя из того, как он в мышлении, философ, поразмышлял, что-то придумал, какую-то концепцию. И он считает, что это должно быть так, как с этой концепцией связано. Это правильно, типа. И вообще говоря, вот в философии, вот если взять, на самом деле, опять же, этику, да. Почему этику? Потому что здесь просто наглядно видно. Вот мы придумываем какую-то систему этики, как должно быть. И потом говорим, что а в мире ведь не так, тем хуже для мира. Потому что мир возлеет. Вот моя этика, она говорит, что такое добро. А если в мире не так, то если она противоречит моей этике, значит, виноват мир, он неправильно устроен. Давайте его перестроим, разрушим до основания, заново построим и прочее. То есть есть некого рода концепция. И эта концепция ставится в основу. Вот когда мы ставим концепцию в основу и пытаемся все, что как бы видим в мире, изменить под эту концепцию, это вот как бы движение логиков, движение метафизиков и прочее. И обратная ситуация. Наука, как говорят, она говорит, извините, а вот, конечно, я понимаю, что вот у вас хорошая очень теория, но она не соответствует экспериментальным данным. У нас вот это не так, вот это не так. Значит, ваша теория не верна. Вам надо теорию что-то изменить. И человек не сопротивляется, он понимает, что да, действительно, это не так. Вот это разные основания, разные отталкивания. Либо мы отталкиваемся от данности, как устроено на самом деле в мире, и потом уже пытаемся по своей концепции это как бы соизмерять с тем, как в опыте. Потому что опыт теперь для нас это существенное основание, мы не можем с ним не считаться. Или наоборот, у нас есть некоторое рода концепция. Не важно, какая философская, естественно, научная, любая концепция, этическая концепция. И мы говорим, что опыт, ну, нам на опыт наплевать. Если опыт не соответствует, то мы его переделаем, его разрушим, что-нибудь допридумаем как-нибудь, как его изменить. Вот, я считаю, что вот это соотношение феноменологии и логики, оно существенно. Если какой-то, например, какой-то философ, например, все-таки стоит только на одной позиции, он говорит, что вот я буду развивать логическую концепцию. А то, что в опыте это не так, то, что, вот у Олега Михайловича допустил, у него мир не сопротивляется. То есть, вот есть форма, то есть, то, что я в логике какая-то концепция есть. А если как бы ты указываешь на то, что эта концепция в опыте не такова, что на самом деле в опыте есть сопротивление мира, что предмет сопротивляется, то для Олега Михайловича это как бы не важно, сопротивляется он на самом деле или нет. Он просто выстраивает в некого рода подвешенном состоянии, в своей чистоте, какую-то теорию философскую. И, в принципе, это нормально. Как бы это наследие всех вот этих древних философов, начиная от Арменида, через Платона, неоплатоников, включая сюда и Гегеля, в меньшей степени даже Канта, хотя он как бы казалось бы субъективист, но, тем не менее, он же пытался оправдать наличие естествознания и математики, что они как бы дают нам какое-то знание синтетическое, пытался их оправдать. То есть, Кант в этом отношении тоже как бы стоит все-таки в большее отношение к империстам лежит, чем Гегель, допустим. А Гегель уже опять воспарил, да, он уже что говорит? Он говорит, что есть некого рода логика, и все должно с ней сообразоваться. И логику эту надо положить в основании всех наук, и все науки надо эпидемтически из этой логики вывести. То есть, это совсем... И поэтому, на самом деле, как бы и ученые, и многие не любят Гегеля, потому что Гегель, вот он метафизик типа Платона. Современный, как бы, философ, он не может быть, как я считаю, чистым логиком. На самом деле, и современный философ, он должен быть всего, иметь как бы оба основания. Он должен понимать, на самом деле, что, конечно же, для того, чтобы, когда мы что-то придумываем, конечно же, мы опираемся на свои концепции. Конечно же, мы, на самом деле, придумаем философию с головы. Не так же, что под ним пошли много, что-то померили, а потом начали размышлять. Конечно же, не так. Но, тем не менее, мы не должны, на самом деле, как бы отрицать, что если вдруг получается, что наша концепция не соответствует тому, как на самом деле, как вот она выглядит в данности, то мы должны как бы корректировать наши концепции. И вот недавно состоящийся, как бы, такой спор, как бы, такой ряд таких замечаний по поводу реальности. Именно было этого характера. То есть, человек, как Александр Болчев, придумал какую-то концепцию. И он считает, что если вот эта концепция не соответствует, например, моему представлению, да, как вот, устроен в опыте, вот у меня есть какая-то данность, я понимаю, что его концепция не соответствует этой данности. И мы тут много об этом спорили, это уже как бы другой разговор. Но он считает, что, как бы, концепция у вас существеннее, да, вот у него есть концепция, она же четкая, там, субъект, объект, все же там разложено по полочкам. Значит, это истинная вещь, да, все это не корректно-метафизическая концепция. А опыт, как бы, да, в реальности вообще нет, поскольку концепция не уложилась, что она есть, значит, ее нет, и все, об этом мы можем не разговаривать. По-моему, все же это спор, что первичное, улице или яйцо. В реальности, в реальной истории философии, значит, да, вот был концепт, предложенный Парменитом, да, концепт, в конце концов, превратился в эту школу ядов, или как их там называть, да, которая сложилась своей продоксальностью. И эти парадоксы, да, которые, казалось бы, вот с нашей данностью, они не соотносились, они подорожили умы. И что сделал Платон? Он этот концепт как бы привел в соответствие. «Все нормально», – сказал Платон. То есть он объяснил, да, почему это чистая логика, нет. Ну, хорошо, будем считать, что вот эта курица, то есть парменид – это чистая логика. Ну, Платон-то более-менее привел в соответствие по Армениде с миром. Смотрите, ну, конечно. Знаете, ничего, что больше всего смущает в данный момент, вы обосновываете, так сказать, что нужно доверять чувствам, но делаете чисто логически. То есть, получается, что в ваших рассуждениях тоже превалирует логика. То есть вы обосновываете логическим методом, понимаете? Ну, вот… Вы же не обосновываете веру в наши чувства, верой в наши чувства. Вы это логически пытаетесь обосновать. Все правильно, да. Значит, вы логику сами ставите на первое место. Нет, ну… Вот все, что вы сказали, это все логика. Смотрите, все правильно. Если мы не верим в логику, то как мы можем поверить? Я не говорю, что не надо верить, я говорю, что и то, и другое существенно. Это базис для веры в наши чувства, это логика. Проблема состоит в том, что есть философы, которые либо логику убирают, либо феноменологию. Я просто не понимаю, как можно доказать, так сказать, что в чувства нужно верить, кроме как логическим методом. Вот все, что вы сказали, это чистая логика. Смотрите, вы говорите, надо доказать. А фактически ведь речь идет о том, что многие люди… Но обосновать. Они никаких обоснований их не нуждаются, они просто живут и все. Вот та самая… Многие философии. Я понимаю. Но философия – это рефлектированное знание, а наша свобода, она существует только в мышлении. Естественно, как бы, как рефлектированное знание, вот мы занимаемся, так и парадоксальной вещью. Почему нужно доверять чувствам? Почему? Дело даже не то, что надо доверять чувствам, а дело просто… Какие основания? Смотрите. Филология – это не доверие чувствам. Филологический опыт – это не есть чувственный опыт. Это, скажем, не только чувственный опыт. Мягко скажем, что очень редко, когда хоть какой-то элемент чувства, чувственного опыта есть в филологическом опыте. Вот Декарт, он как бы филологический опыт, по-твоему. Да. И где же у него чувственный опыт? В самом первом начале его философии? Смотри, но этот опыт не есть опыт рассуждения. Самое главное, когда апеллирует Декарт, Декарт говорит, что коги тергосума – это не умозаключение. Это некоторого рода опыт. Ну, опыт – опыт, но опыт нечувственный. Это нечувственный опыт. Еще раз, конечно же… Это опыт Парменида – это тоже опыт нечувственный. Прямо по прекрасной чувствованию опыту. Все правильно, на самом деле, говорите. Просто опыт, на самом деле, не ограничится только это чувство. Естественно, есть восприятие, которое более сложное. Как Гегель, например, восприятие уже уносит, он говорит, что восприятие уже присутствует в неком роде всеобществе и прочее. Есть вот такой опыт, как Парменида. Говорит о том, каков это опыт – это отдельный разговор. На самом деле, это опыт сознания. понимаешь, а не опыт мышления. Когда я связываю логику, логика связана именно с мышлением. Вот мышление, оно всегда как-то оторвано. В мышлении не может быть никакого опыта. Мы не говорим, когда мы размышляем, что это опыт. Мышление и сознание это не вполне афтодоксально. Я не знаю, что это значит не вполне афтодоксально, это достаточно очевидно, но может быть... Но это большая ошибка, если не различать мышление и сознание. Но может быть ситуация в следующем? Вот на самом-то деле книжка пишет, по-моему, что феноменология началась все же не с Аристотеля, а с учителя Гусерля Брентана. Вот Гусерля учился у Брентана, и Брентана... А до Гуселя Гигеля не было? Я говорю про феноменологию. Я имею в виду феноменологию не в смысле какое-то ограниченное учение, которое присвоил себе какой-нибудь Брентан или Гусер. Я имею в виду про феноменологию как про сущность. Хорошо, но многие люди, вот феноменология соотносят с Брентаном и с Гусерлем. Но что я хочу сказать, не важно, может быть, можно считать по-другому, но вот Брентан появился одновременно с интересом или с появлением современной науки психологии. То есть были вот именно в то время, там, в середине позапрошлого века, залучено основание некие, да? Вот, или во второй половине. Психологии. То есть когда вот обратили внимание не только на мышление и на логику, да? А вот что там в душе-то, в старом понятии души, есть такого, что можно испытать, там, провести эксперимент и прочее. Внутреннего, да? Да. На внутреннем. И вот такого рода эксперименты и стали называться феноменологическими. Ну, просто я считаю, что то, что Гусерль там, или Брентан, там, как бы взяли себе название феноменологии, это, ну, как бы, своего рода казус. Да, на самом деле феноменология, конечно, начинается с Эйкарты, да? Просто из того, что, ну, дело же не в словах же, да? О сущности, в сущности дело. Ну, и Гегель использует термин феноменология духа и так далее. Так что это... А я говорю не о в отдельном каком-то направлении феноменологии, естественно, а вообще о сущности того, как вот существует, как мы понимаем сущность того, что представляет собой философия, наука и так далее. То есть она опирается на опыт. Ну, а эмпиризм тогда что такое? Эмпиризм, эмпиризм. Эмпиризм, эмпиризм, это как свое родное частность. Смотрите, вот вся философия какого-то момента... Эмпиристов, ну, начиная. Ну, частность какая-то, философское частность. Но есть какое-то отдельное направление философии эмпиристы. Что это такое? Тоже опыт, да? Тоже опирается на опыт, конечно. Значит, тоже отнесем их к феноменологам? Да, тоже относим к феноменологам, конечно. Юма исключительно. Он постоянно рассуждает о том, какие там существуют в опыте проблемы одни, другие, третьи и прочее. Конечно же, все это феноменологи. Вы заметите на самом деле, как вот наука встала на свои прочные основания, сразу же вся философия своего рода стала служанкой науки. Она пытается обосновать ее. Там пытается объяснить, как возможно естество знания. Декарс занимается этим, всякого рода методами в науке. Гегель этим занимается. Выстроить науку из некого политического основания. Все заняты наукой. Эмпиристы, в частности, они тоже пытаются это сделать. Как возможно знание. Как оно образуется. Как образуются наши внутренние идеи. Как они возникли. Все это на самом деле есть как бы единое явление феноменологии. Феноменология, я понимаю, не как отдельное направление, а как целого рода интуиция, которая висит в воздухе. И просто отдельно философские направления ее используют и по разному трактуют. Это интуиция. Вот такой интуиции семантичности нет. Кроме Аристотеля, который под вопросом. Секст, который эмпирик. Секст, эмпирик. Эмпирик, это означает, что врач, на самом деле. Эмпириками называли врачей. Поэтому он как бы эмпирик. Секст, эмпирик, вот чем разувствует. Вы посмотрите, возьмите его трактат. Там одни сплошные рассуждения, там вообще никакого опыта нет. Речь идет о рассуждениях. Давайте порассуждаем так, а порассуждаем так, можно так, а можно всяк. Получается, что и так, и так, вроде одинаково. И значит, никак. Вот у него все, все как бы тропы у него так и заканчиваются. На самом деле, это то, что нету феноменологии в античности, в этом проблема состоит, проблема здесь в том, на самом деле, что нашли другое основание, долго с этим носились. Словно говоря, люди как бы вдруг, с чего начинается философия, обнаружили, что есть мышление. И что мышление, оно вот само по себе может внутри себя быть устойчивым, как бы и на себя, на само на себя опираться. Вот как философия начинается. Вот был миф какой-то, рассуждали, одно из другого происходит, одно из другого и прочее. Какой-то генезис прослеживали. И как возникает философия? Они говорят, а вот возьмем как бы просто некое мысленное основание. И все, давайте как бы упокоимся на некоторое рода мысли. Даже гераклит, который постоянно говорит, и везде о движении, он ведь говорит, что есть неизменный вечный логос. Вот нашли основание, это такое неизменное вещь, как бы мышление. И долго с ним как бы работали. А потом, как бы, это к отце античности скептики доказали, что и это основание не совсем как бы основание, да, там, и что и здесь не удается ничего. Так, там же, давайте, значит, есть троп Агриппа известный, троп, который называется замкнутый круг. Значит, поскольку мы должны чем-то обосновать наши чувства, то нечем их обосновывать, кроме как логическими суждениями. Ну, а логические суждения тоже должны быть на чем-то основаны. А именно, их не на чем значит обосновать, кроме как на чувствах. Подождите, получается у нас замкнутый круг обоснований. в логике. В западный круг обоснований. А мы опираемся на данность без логики. Мы говорим, что давайте скажем, есть данность. Это не логики. Естественно, что он говорит на греческом языке, на латинском. Но он же говорит о чем? О том, что феноменология обосновывается логикой. А логика феноменологии. Вот же о чем он говорит. Правильно. Говорят современные. А что такое говорит феноменология? Что данность не обосновывается, она просто дана. Ее не надо обосновывать. Вы говорите, давайте опасную а вот как бы когда мы говорим что давайте чтобыね такой такой догматизм дела все опасное эмпирический hectareева это предель expertise науки вот наука занимается своими вещами скажите догматизм от ан punta оно подтверждает свою теорию на эксперименте по лицу почему эксперимента если на чём вы основали почему леп challenge Что значит доверять чувствам? Я говорю, вы переводите на вопрос на чувства, а я говорю про опыт. Опыт, на самом деле, это не отдельная чувственная данность. Почему нужно доверять опыту? Из каких соображений? Исходя из того, что есть наука, которая показывает, что при доверии на опыте она может добиваться этого. Вот опыт. Человек выпил, потом зеленые черти ему показались. Вот опыт. Давайте, как бы, вопрос не будем в таких примерах. Я говорю про науку. Вот есть наука, есть бытие науки. Вы отрицаете бытие науки, что ли? Опыт ведет к заблуждению я. Все наука в заблуждении находится? Подождите, про науку мы не говорим. Я говорю про науку, я не говорю про опыт, который вы можете в своем личном где-то там где-то ошибиться. Математика. Это что, опыт? Нет, давайте возьмем физику. Физика на математических структурах. Вот у вас приборы стоят, работают. Все основные на физике. Все это работает. Я не могу тебе сказать, что научный опыт и личный опыт – это вещи разные. Совершенно разные опыты. Нет, вещь идет в принципе. Научный опыт, там есть, кстати говоря, приборы. Кроме всего прочего. У вас приборы, голоданоза ваши тоже приборы. И годовой бинокль, голодан, продолжайте прибор своих глаз. Крестьянина, сажающего пупорозу, это разные вещи. Поэтому научный опыт до него еще дозревний. Проблема, понимаете, вы пытаетесь сказать, что есть много разных видов опыта. И что есть какие-то опыты. Да, я хочу сказать, да. А я говорю о том, что... Что есть эмпирическая действительность крестьянина, земледельца, землепарства до научного периода, который мало чего имеет с научным опытом или экспериментом. А я говорю о том, что опора на опыт, как своего рода, или никакого рода интуиции, как основание. Не на какие-то, не обсуждающиеся какие-то конкретные итоги. Ну, не на научный опыт. На другой опыт. Я... Это просто научный опыт, это как бы образцовый опыт, да? Ну, опор, оно на другой, потому что Эдикард, когда обращается... Ну, ладно, давай с Эдикардом, мы уже уперлись в то, что ты не понимаешь различия сознания и мышления. Что, будем обсуждать теперь это, что ли? Эдикард опирается не... У мышления не бывает опыт. Опыт всегда опыт сознания. Не бывает мыши опыта мышления. И поэтому, вот, воюет, на самом деле, тортовка Эдикарта, неверная, если ты читаешь, что там как-то... Вопрос следующий. Я просто пытался сказать, что в современной, как бы, философии, да, вот, другая, другое основание, чем в античном. Не важно, на самом деле, субъективно она или нет, просто основание другое, опора другая. Конечно, можно оставаться в парадигме античной философии, как сказать, есть же такие философы, и развивать, исходить из мышления, да, и опираться на мышление. И говорить, что это нам как бы более очевидно, и этого достаточно. Можно так, как это жить, и философствовать, сколько угодно. Ну, ладно. А вот ты говоришь, что феноменология, в таком самом общем смысле, это опора на некоторую данность. Да. А приведи пример этой данности. Еще раз говорю, что пример этой данности, любые эксперименты научные, я просто опираюсь на кондикултру, для того, чтобы, понимаешь, можно опротестовывать какую-то, допустим, мою данность, да. Говорит о том, что вот в моем опыте субъективно одна данность, а в вашем другая. Но есть образцовый, как бы, да, вот некоторый опыт, да, научный, который, пытайтесь его опровидывать, какие-то эксперименты есть, да, вот эксперименты, это данность. Вы когда-нибудь делали своими руками эксперимент? Да, делал, я физик, я физик. Делаю. Да, конечно, делаю. Ну, так, как выглядит эксперимент? Вот, есть показания прибора, которые записываются в журнал, вот, есть в таблицу, да, и записываются. Есть таблица значений, показаний, там, времени и так далее. И что? И дальше что? Дальше. Из каких, какой этот опыт, вот, вот вам чистый опыт, в чистом виде. Эксперимент. Да, эксперимент в чистом виде. Это таблица с записью. Нет, давайте для того, чтобы понять, что вы хотите сказать. А теперь представим, что вы придумали какую-то механику, да, в котором там ангелы, там, демоны, там и прочее. И вот с этой механикой вы считаете, что так оно и есть. Построили машину, да? И считаете, что с 20 этажа можно прыгнуть на этой машине, и она, там, как бы, будет работать, согласно вашему представлению. Вы прыгнули, как бы, и разбились. Так вот, опыт говорит о том, прежде чем строить какую-либо машину и придумать какую-то теорию про ангелов и демонов, и про механику их движения, надо сначала, как бы, попробовать взять и попытаться понять, как она будет делать методом проб и ошибок, как бы, освоить, как устроено на самом-то деле. Как на самом деле есть истинная механика, как она работает. То есть, недостаточно только иметь теорию, да, надо эту теорию как-то еще верифицировать. Для этого и существует опыт. Все ваши возражения только состоят в том, что, конечно же, люди ошибаются, и наука даже ошибалась, и были теории неверные. В этом нет ничего, как бы, проблемы. А сейчас теория верная? То есть, вы видели, что эти теории через 10 лет... Знаете, как определяется верность теории? Приборы работают, которые основаны на этих теориях? Они работали и при других теориях. При других теориях такие приборы не работают? Теория, в которой земля в центре мироздания тоже работала. Каким образом она работала? Отлично работала. Нет, а что люди делали? Навигация. Вся осуществлялась по старой теории. Все работало. Все работало. Поначалу даже лучше работало. Предсказание давало лучше. Нет, ну это просто из-за чего. Теория не прицикла, да, долгое время давало лучшее предсказание. Но эта теория тоже опиралась на опыт. Потом появились, накопились какие-то аномалии, как бы, и теория более совершенна. Вот я и, кажется, моя тезка, мы хотим, видимо, заметить одно и то же. То, что ты называешь данностью, которая противоположна логике, то есть некоторой опоре на мышление. Данности противоположен опыт. Ой, то есть логике противоположен опыт. Совершенно верно. Как можно данность противоположен мышлению? Сам подумай. Вы как бы постоянно пытаетесь вопрос свести к противоположности между чувствами и мышлением. Вопрос идет не об этом. Ладно, ладно, подожди. Что ты сейчас сказал? Данности противоположен опыт? Нет, я сказал, что опыт противоположен мышлению. Опыт противоположен мышлению. Окей, в опыте существенным является то, что находятся некоторые данности, которые мы не можем... Когда мы смотрим, что такое опыт, есть данность, да. Это уже когда мы внутрь опыта входим, там много что есть, в чем числе данности. Я хочу заметить, что эти данности, они у тебя ведь на самом деле неестественные. Они у тебя получены благодаря колоссальной мыслительной работе. Вот эти эксперименты, так называемые, это же не просто, понимаешь, яблоко упало на голову. Это сложно организованные мыслительным процессом порядки действия. И смысл этого порядка действий проясняется, опять-таки, в сложно организованном мышлении. Поэтому, когда ты говоришь, что фенология опирается на опыт, а в опыте есть данности, и это противоположно мышлению все... Почему противоположно-то? Ты сам сказал противоположно-то. Я сказал, есть два основания философских. Что бы противоположно-мышлению ты сказал? Нет, я сказал, еще раз. Ребята, это вот и говорит о том, что вы больше метафизики, чем практики. Да при чем здесь мы? Ты-то что сказал? Я сказал, что есть две интуиции философских. Опираться исключительно на мышление и отрицать опыт. И второй, как бы, удерживать и опыт, и мышление. И, конечно же... А, вот теперь уже и опыт, и мышление. Я из самого начала сказал... Извините. Я сказал, что есть логики, которые только на логику опираются и отбрасывают мышление. А в современном понимании нельзя отрицать наличие опыта, как бы, его данность. Отбрасывают опыт, да. Отбрасывают опыт. Отпираются только на логику и отбрасывают... Вот Олег Михайлович говорит, опирается только на логику. Понимаешь? А я говорю, что отбрасывают тем самым феноменологией. И остроконечники есть. Понимаешь? Вот такая вот... Да нету здесь или-или. Или-или здесь нету. Есть просто две интуиции. Отечная, как бы, и современная. В современной интуиции мы не можем отказаться от феноменологии. Вот что проблема. Не можем. Поэтому философия должна смириться с тем, что есть опыт. Тогда, если условием данности является сложно организованное мышление, тогда твое противопоставление между феноменологией и логикой теряет всякий смысл. Потому что данность... Мое противопоставление было... И опыт мы можем сформулировать только благодаря мышлению. Давай, как бы, просто поясним. Я сказал, не противоположность между опытом мышлениями. Я сказал, что противоположность между теми, кто опирается только на мышление. Понимаешь? идти и теми которые операции том числе на разная у тебя нет сформирован мы шли сформирована ну конечно и эти теории я сказал чтобы выдумываем как бы с потолка может быть но мы их проверяем теперь на опыте мы сверяем наши всякого рода мысленные конструкты какие бы они бы не были красивый с опытом и не можем сказать что как опираясь только на красоту этого достаточно чтобы считать что наверно но любое как бы метафизик что скажет как бывает теория логичный верно это значит она верна да нет противоречий нету как красивая красивая нужно как бы соизмерять опытом не нужно вот достаточно этого при как яркий пример а так тем всем нам известно александр балдачу за ему бесполезно он постоянно у него что такое философский опыт постоянного прошла потому что почему-то в философии должен какой-то специфический быть особый опыт какой-то философский а вопрос идет о том что вот у него и у него концепция не противоречивая она ему нравится того считаешь наверно по факту просто по факту того что она концепция да не противоречивая я говорю что недостаточно это современном как бы обстояние достаточно только логики надо на самом деле операция на опыта этой опера пора на опыт и делает из логики феноменологию на любую это когда еще тот самый молодец который стал и стал ходить только вы если послушайте как отличный об этом это не возражение что он стал ходить в отличности это было не возражение а у тебя это возражение нет убиток потому что мы живем другой парадигме же объясняем с какого-то с момента того как наука встала у меня считает у меня считается возражение еще раз вы каждый раз пытаетесь какой-то частного рода опыт на него пиле я говорю всякий раз как слава с науки вот то не апеллирует частному опыту ты воюешь с кем-то другим кого нет в этой комнате я говорю о том на самом деле что недостаточно философствовать и строить логических концепций необходимо соизмеряться с опытом вот этим концепциям опыт есть и личный и научный надо возводить свой опыт научного конечно же у вас есть личный опыт научному да бога ради но научный опыт сформируем благодаря мышлению конечно я не понимаю в чем проблема что у нас отнесет что фон с отнесет мышлением проблему состоял бы только в том что если бы наука была полностью взята измышление она полностью была бы измышлена и никакие и не пыталась бы на самом деле проверять свое свои конструкции эксперимента вот тогда бы да тогда может быть это было бы возражение но наука на самом деле верифицирует свои знания даже вот не может быть двух разных начал феноменологического и логического потому что феноменологическое по факту истории философии философии так античности на самом деле опирались исключительно на мышление и вся наука строилась исключительно на том что надо размышлять подожди вот эти апелляции историко-философские следует отбросить потому что они слишком проблематично нет опять же если вы задумаете что я делаю я опять же опираясь на опыт вот есть опыт исторический опыт опять вы мне говорите что ваш исторический опыт ничего не значит а я говорю что значит вот есть исторический опыт того как развивалась философия и философия развивалась именно так что она взяла поставил сначала основании мышления не сказала вот моё рассуждение параменида да что все есть одно она логично логично как бы очевидно очевидно все значит так оно и есть у сократа там масса личного опыта он постоянно рассказывает притчи и ситуации которые попадают там даже с мальчиком рабом и так далее и это же лично вы меня никак понять не хотите я не говорю о том что какой то есть у кого-то опыт или нет игру опора на опыт опора смотрите я вам про сократа подождите про сократа я скажу а сократ чего начал он сказал вот вот ты мне говоришь что там мальчики бывают красивые что бывают красивые столы и что бывает красивые там я не знаю там все женщины а ты мне скажи про просто тут это который как бы сама по себе есть вот красота безотносительно каждого отдельного какого-то красивого предмета это есть переход говорит что что-то не указываешь на опыт что бывают какие-то красивые отдельные эти предметы давайте возьмем красоту как таковое будем ее пытаться рождение вышли разрушена века а философы красотой экск buoy штанина д allegedly васоввал гадранск россии маршки нет работ Сpusを не спокойствует по поводу науки и что так получилось что философы сами так б saja перед ести планеты сидят а наука на самом деле не обращая внимание философа просто и то не только наука экономия это естественно сжmetrohöшка и человеческой естественно специалист лучших томатах нужно чтобы тот и попросту值 example этот параде что вы везде утюга Medien опыт работы постепенно и этого отложено что не надо измышлять свои теории наверхUA Опыт восприятия красоты, как красоты, это же отдельный опыт, не имеющий отношения к мальчикам, девочкам и столам. Сократ одному опыту противопоставляет другой опыт. Вот можно, смотрите, можно размышлять, можно действительно... Он приводит какие-то частные случаи и говорит, что это противоречит... Да, занимается еще индукцией, империзмом занимается, потом эксперименты ставит, еще скажите. Фактически. Фактически, ну вот всю философию просто ведем и мусорные дров убрасываем. Это понятно. А ладно, ты еще что-то хочешь сказать? Да, все вроде. Все, да. Ну все? То есть у нас везде были сплошные эмпирики, когда говорят, что платонизм, в смысле возвышенной философии, которая распоряется идеям, это как бы не было. Он на самом деле сходил везде и ковырял обычные предметы, из них выковыривал. Научного опыта не было. Я же вам сказал, что опыт всегда есть и был. Я говорю про опору как фундамент. Научного опыта тогда не было. В том плане, как мы и сейчас понимаем, научного эксперимента не было. И причина как раз в неразвитости мышления. В неразвитости мышления? В мышлении, да. Поэтому и не было. Вы никогда не знали, что диалоги Платона заметились вначале, что они там вообще-то говорят, один приходит к другому, говорит, расскажи, вот как там Сократ что-то там рассуждал. И они садятся, говорит, да, и начинают рассказывать. Это неразвитость мышления называется. То есть человек может из своей головы рассказать трактат, который даже если его читать, там, ну, может, час-два надо читать, а он все аргументы, все доводы просто так вот рассказывает другому просто из головы. Никаких нету ни учебников, никаких вот таких записных книжек, поворотных, ничего нет, да. А просто человек сел и рассказал. И это называется неразвитость мышления? У них мышление было развито больше, чем у нас. Это мы на самом деле научились вот приборы использовать и в книжках записывать, калькуляторы использовать, уже таблицу умножения не помню. Это у нас мышление неразвитость. Чтобы прийти к необходимости научного эксперимента, там, с выборкой, с контрольной группой, нужно определенное, как бы, развитие сознания, именно теории и логики. Я вас уверяю, на самом деле, логика, у Аристотеля логика на такой высоте, на самом деле, что современным логикам не снились. Ну, ясно. Я вас уверяю. Нет, это так, да. Ну, ладно, ну, все, да. Ну, не понятно, чего ее критиковать. Как ее критиковали? Ее не критикуют. Вы критикуют. Ты можешь, почему? Придикативная логика, она до сих пор остается образцом логики. Хорошо, давай, скажи там. Может быть, Булат, хочу сказать о том, как мне показалось, что, как бы, есть опыт и есть осмысление опыта. И важна очень преемственность. Только таким образом, когда мы осмысляем опыт в преемственности, все выше, выше, как бы, да, получаем много опыта за счет этого, мы, как бы, вытаскиваем себя за волосы, ну, из мрака невежества. Хорошо? Хорошо сказано. Да? Ну, и все. Все, возможно. Сихи, беду.